МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К сожалению, в нынешнем году от митингов на 1 мая пришлось отказаться. Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда считает это единственным правильным решением. По его словам, суть праздника в объединении солидарности трудящихся. А сегодня тот случай, когда свою солидарность нужно проявить другим образом. Не шумными многолюдными праздниками и концертами, а объединением усилий в борьбе с распространением пандемии. Специалисты Гомельского областного объединения профсоюзов провели прямые телефонные линии. Среди наиболее актуальных вопросов работа в условиях эпидемии, охрана и оплата труда. Как сохранить рабочее место, как устроиться на работу и что делать, если работодатель не соблюдает условия, предусмотренные графиком и коллективным договором. По озвученным во время прямой линии фактом, специалисты профсоюзов намерены провести проверку. В Беларуси с 1 мая выросли размеры детских пособий и других социальных выплат. Постановление Минтруда и соцзащиты бюджет прожиточного минимума в расчете на месяц установлен в размере 246 рублей 78 копеек. Он повысился на 2,9% по сравнению с предыдущим нормативом. Соответственно, увеличиваются и социальные выплаты. Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составит 2467 рублей 80 копеек. При рождении второго и последующих детей – 3454 рубля 92 копейки. Увеличены и другие виды выплат. Сезон фонтанов открыли в Гомеле. Городские оазисы забурлили во всех районах областного центра. Каждый из них имеет свою историю, создание и особенности. Практически все находятся в скверах и зонах отдыха. Специалисты Гомельводоканала подготовились к новому сезону. Сделали ревизию конструкции, провели наладку оборудования. Фонтаны будут радовать гомельчан и гостей города до конца сентября. Спасибо за победу. Белорусский фонд мира поздравит ветеранов области с Днем Победы именными открытками. Региональное отделение общественного объединения направит их более чем 700 адресатам – военнослужащим, партизанам, подпольщикам, узникам, работникам тыла. Участие в праздничной акции приняли юные миротворцы из Гомельской средней школы номер 27. Ученики подписали конверты и открытки. В них слова сердечной благодарности за победу, пожелания крепкого здоровья, мира и добра. В этом году планируется расширить инфраструктуру для велосипедистов в Мозыре. Изменения предусмотрены генеральным планом. Зеленые зоны и велодорожки появятся на некоторых городских улицах уже в 2020-м. В частности, специалисты называют улицы Рыжкова, Советскую и Ульяновскую. Со временем велосипедные дорожки будут обустроены во всех новых микрорайонах райцентра.